Ла-ла-ла-ла-ла-ла... Ну вот, ёлку нарядила. Ох, хороша ёлочка получилась! Братику моему Тимоши понравится! Так, совсем забыла! Мне же ещё нужно в Бюро Добрых Услуг позвонить и пригласить Деда Мороза. Алло! Здравствуйте! Это Бюро Добрых Услуг? А можно пригласить Деда Мороза на новогодний праздник? Нельзя? А почему нельзя? Что вы говорите? Деда Мороза похитили? Превратили в кого-то? Ох, какой ужас! И теперь всё зависит только от меня? Так, поняла. Мне нужно быстро идти в сказочный лес и там найти моих знакомых. Три бабы-яги. Они помогут. Что вы говорите? Главное Деда Мороза надо найти до Нового Года? Иначе произойдёт трагедия. Дед Мороз перестанет существовать. Я всё поняла. Всё. Бегу-бегу-бегу! А привет, старая! Ты чего творишь? Евроремонт делаешь? Ой, к празднику готовлюсь. Заходи, поможь ёлку украсить. Ой. Ну что, Кощеюшка, получается? Ещё как получается. Эх, красотища! А у тебя? Ой, и у меня шарики-звёздочки-бусики. Косточки. Какие косточки? Ох, ты чего это навесил-то? Это ведь ёлка новогодняя, а не бак мусорный. А что? А по-моему, очень даже оригинально. Ну, хочешь я для разнообразия какие-нибудь шарики повешу? Какие шарики! Для разнообразия я тебе сейчас с самого на енту ёлку повешу. Снимай всё это немедленно. И не подумаю. Я своё мнение имею. А ты и сестрицы твои вообще не своим телом занимайтесь. Новый год праздновать собрались. Ёлку шариками украшают. Фу! Ой, ты это чего? У мамы рехнулся, что ли? Это вы все рехнулись. Ваше дело детей маленьких в печке жарить. А они тут праздники устраивают. Я теперь славянскую мифологию изучаю. И всё про всех знаю. Ваша избушка должна быть обнесена забором из человеческих костей. А на заборе должны быть черепа. А вместо засова – человечья нога. А вместо запоров – руки. А вместо замка – рот с острыми зубами. А у вас всё открыто. Приходи, кто хочешь, бери, что хочешь. У вас даже лопаты нет, чтоб детей в печь забрасывать. Да, жалко лопаты нет. А то я бы тебя ею огрела, чтобы ты все эти глупости-то позабыл. Сейчас время не то. Сейчас всем помогать надо. Добрее быть надо. Добрее быть надо. Глаз заболел. Анчутка заперла в своём доме и сама себе праздник устроила. А Кикимора замуж выходит за лешего. О, и от чего? Значит, у нас гостей не будет, что ли? Один вон и этот кабачок без семечек? Это почему без семечек? А потому, что если бы у тебя в голове хотя бы семечки были, ты бы так ёлку не украсил. Ой, а чего это он с нашей ёлкой сотворил? Ой, чего-чего? Украсил по своим умственным способностям. Да, хорошенький праздник у нас будет. Ни ёлки украшенной, ни гостей наряженных. Ой, а кажется, я придумала. Ой, чего-чего? А вот полетели в город к детям на праздник. Давно нам пора с ними познакомиться-то. А лучшего повода и не придумаешь. Пусть знают, что мы давно уже изменились все. Ой, и правильно. Будем танцевать, частушки петь. Мне миллионок дорогой, говорит красавица. А как топну я ногой. Так она, га, отвалится. Вот это. Летите, веселитесь. Вот только что Деда Мороза не будет. Как это не будет? Да не Деда Мороза. А Мороза не будет. Вроде оттепель, по прогнозам, началась. А ничего себе оттепель. А курьенушки совсем от холода посинели. Слушай, Кощей, иди ты к Лешему. Без тебя нам как-то спокойнее будет. А что мы ребятам подарим? А нам ничего и дарить не нужно. Подарки Дед Мороз подарит. А мы ему помогать будем. Вот самому Деду Морозу какой-нибудь подарок и надо сделать. Давайте подарим ему вилы. Хватит ему со Снегурочкой ходить. Пусть с вилами ходит. Они ласковые и красоты необыкновенной. Рыхнулся. А может ему голову йодом намазать? Вам самим надо голову йодом намазать. В отличие от вас, я делом занимаюсь. Славянскую мифологию изучаю. В южнославянской мифологии вилы Это очаровательные девушки с распущенными волосами и лебедиными крыльями. Правда, ноги у них козьи, лошадиные или ослиные. Ну, на ноги можно и не смотреть. Если ты не замолчишь, то я тебя самого в эти вилы-то превращу. Только те, которыми навоз-то убирают. Не хотите? А не надо. Можно подарить сушеных пауков. Пусть подарятся нашей добротой. Все. Мое терпение лопнуло. А что я такого сказал? Не хотите пауков? Давайте им хорошую веселую дубинку подарим. Какую еще дубинку-то? Волшебную, которая лупит всех без разбору. Она их так хорошо и весело отдубасит. Да? Ну, 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 я побегу. Вы тут веселитесь, а мне самое время свой праздничек начинать. Ой, а как же мы будем до города добираться? Ой, а давайте превратимся в снежинок и доберемся с попутной вьюгой. Нет, вьюга может стихнуть где-нибудь на полпути-то. У меня есть другой вариант. Превратимся в электрический ток и моментально доберемся по проводам-то. Хотя это тоже рискованно. Можно и промахнуться и очутиться в какой-нибудь другой-то сказке-то. А давайте по старинке на метле. Смотрите, кого я вам привел. Ой! Фу, фу, давно в нашей избе русским духом не пахло. А теперь русский дух сам к нам пришел. Заходи, заходи, на косточках твоих поваляемся, покатаемся. Ой, ну погоди ты! Ты что, не узнаешь? Это ведь Маша! Проходи, гостья дорогая, проходи. Расскажи, куда путь держишь. Что с тобой случилось-приключилось? Ой, садись за стол, Машенька. Попей чайку горячего. Ой, спасибо вам, бабушки, Иги. Долго распевать чай некогда. Беда у нас у всех. Дед Мороз пропал. Ох, это пропал! А так, исчез бесследно в неизвестном направлении. Ох, теньки, что же мы теперь делать-то будем? Ой, ну что, что? Искать. Ничего-то у вас не получится. Это еще почему? А потому, что Дед Мороз из более поздних сказок. Он в другом сказочном лесу живет. А в нашем лесу, по восточнославянской мифологии, Мороз — это старичок и низенького роста, который, как сумасшедший, везде бегает, палкой стучит, трескучие морозы вызывает. А если треснет по углу избы, то изба ломает и ся. Давайте, зовите его, он вам тут устроит праздничек. Так... А чего-то я засиделся у вас. Пойду, пожалуй. Ой, а это правда? Ой, Маша, да не обращай внимания. Он от безделья эту славянскую мифологию изучает. Неуч, дремучий. А я, кажется, знаю, где Дед Мороз живет. А прошлым летом я травки лечебные собирала. Далеко зашла, а вижу лес какой-то странный. А все деревья голые стоят, и снег везде лежит. Это, наверное, и был лес Деда Мороза. Слушай, а ты дорогу-то помнишь? Конечно, помню. Надо идти по до деревни Смуравьева, потом до Верхолян, затем через Колодин, а там же и лес Деда Мороза. Ой, далековато будет. Да, не близко. Тебе, Маша, ни за что не найти. Вот сама и пойдешь. Ой, а может быть не стоит, а? Ох, опять чего-нибудь напутает, а? Да ничего я не напутаю. А пусть она Деду Морозу письмо отнесет. Вот тебе бумага, перо, садись и пиши. А давайте напишем так. Дорогой Дед Мороз, пишут тебе с горячим приветом Баба-Яги. Все ребята без тебя скучают. Скорее приезжай. О, отлично написано. Вот передашь лично Деду Морозу и скажешь. Это вам от бабок-ежек. Поняла? Поняла. А где ежик? Ой, ежик в лесу. В нарке зимует, грибы сушеный трескает. А тебе письмо передать надо и сказать, что это от нас, от бабок-ежек. Мы, Бабы-Яги, а не Бабы-Ежи. Поняла? Ну, давай садись на помело и лети быстро. А вообще-то я туда пешую дорогу помню, а воздушное пространство я туда не бороздила. Ну да ладно, как-нибудь долечу. Ну, а я пойду проверю. Ой, Маш, пойдем пока чайку попьем. Здорово! 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 А я не старая, я в возрасте. Хм, письмо Дяду Морозу несешь. А ты откуда знаешь? А лиха не лежит тихо. Либо катится, либо валится, либо по плечам рассыпается. А откуда ты про письмо знаешь? А мне в городе бабушка за бабушка про письмо-то рассказала. Иди, говорит, помоги старушкам. Они небось неграмотные, в письме ошибок понаделали. А ты грамотная. Помоги им ошибки-то исправить. Ведь Дед Мороз неграмотных не любит. Ты что, мне не веришь? Ну ладно, на, почитай. А может быть там действительно ошибки? Дорогой Дед Мороз, опишут тебе с горячим приветом бабы Яги. Все ребята без тебя скучают. Скорее приезжай. А что-то не так? Ничего себе, что-то! Да тут вообще все не так. Ну, разве можно так писать Деду Морозу-то? Как? Ну, смотри. Начнем сначала. Дорогой Дед Мороз. Ну, что это за фраза, а? Хорошая фраза. Очень плохая фраза. Вот скажи, что лучше? Покупать задорого или задешево? Конечно, задешево. Ну вот, значит, слово дешевый лучше. Ну, а это что? С горячим приветом. Ну, он же растаять может-то. Давай напишем с холодным. Ну, а теперь пойдем дальше. Все ребята без тебя скучают. Ну, это просто сказочный пессимизм какой-то. По-твоему, ребятам скучать нужно, что ли? Нет, а не нужно. Ну, вот видишь. Значит, это слово ненужное. Давай заменим на другое слово. Веселиться. А дальше, ну, вообще нахально. Скорее приезжай. Как это вы смеете так бесцеремонно приказывать-то этому гению, этому бескорыстному раздатчику новогодних подарков? А как написать? Не приезжай, что ли? Ой, приезжай, не приезжай. Ну, он мужик самостоятельный. Сам и разберется. Надо написать так. Сиди дома. А как же он ребят поздравит? А если будет дома сидеть? Из дома кричать будет? Нет, ему кричать нельзя. Голос сорвать может. А, тогда нужно написать. Молчи. Молодец. Соображаешь. Итак, что у нас получилось? Дешевый Дед Мороз. Пишут тебе с холодным приветом бабы-яги. Все ребята без тебя веселятся. А ты сиди дома и молчи в тряпочку. Хм. Ну вот. Теперь письмо правильно написано. Не сомневайся. Неси скорей. Не поминай лихом. Теперь все в порядке. Теперь только бы Деда Мороза найти. Маленький гномик убежал. Лысый, лысый я. Он украл телефон. Ох, горе какое. Новый год скоро. А ты что здесь делаешь? В том-то и дело, что ничего. А ведь столько сделать надо. Здесь мне оставаться нельзя. И в город идти нельзя. Ой, горе мне, горе. А ничего не понимаю. И я ничего не понимаю. А где Дед Мороз? Найди, найди его. Он такой маленький, в колпачке с бубенчиком. А я бы нашла, но только где его искать? Ищи его где-нибудь в недрах земли. А что за чушь? Как это может Дед Мороз быть маленьким, в колпачке с бубенчиком, да еще в недрах земли жить? Да не Дед Мороз, а маленький гномик. А Дед Мороз, это я. А-а-а, спасите, помогите. Караул, спасите, помогите. Это от лысый псих. Остановите его. Да не псих я, не псих. Я Дед Мороз, только лысый и обкраденный. А-а-а, ну, если ты Дед Мороз, тогда иди к ребятам на праздник. Да куда я в таком виде пойду? Стыд-то какой. Где это видано, чтобы Дед Мороз без шубы на праздник ходил? Вы только послушайте, что вчера со мной приключилось. Я готовился к новогодним праздникам, подштопал свою шубу, начистил посох, проветрил валенький. Вдруг вижу, посередине комнаты стоит маленький гномик, на голове колпачок с бубенчиками. Он сразу же мне предложил поиграть во что-нибудь веселое. И я согласился. Вот бестолковый дуралей. Он предложил мне поменяться. Как это поменяться? Он предложил мне побыть маленьким гномиком. А сам захотел побыть Дедом Морозом. Ой, и ты согласился? Я ведь привык доверять людям. И потом он сказал, что это только игра. И что это мне все только снится. А что было дальше-то? А потом надел мои валеньки, шапку, рукавицы и взял мой посох. Даже телефон забрал и ушел. Ой, горе-горькое, горе-горькое. Ой, ну вот и нашлась пропажа. Значит, ты настоящий Дед Мороз. Только лысый, глупый и обкраденный. Да, что-то мне это все совсем не нравится. Слушай, а может ты не настоящий, а? Да я уже и сам не знаю. Вот история так история. До Нового года-то совсем немного осталось. А полетели-ка в город. Надо за Машей в избушку залететь и забрать ее. А то Качей опять ее в свой замок похитит. Куда я в таком виде? Ничего, ничего. Что-нибудь придумаем. В тесноте да не в обиде. А ну-ка, садись на метло. Держись крепко. Ох, и никогда с Дедом Морозом не летала. Но все метлы взяли. Ой, все, все. Готовы? Да. Готовы. Внимание, взлет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Здравствуйте, люди добрые, здоровые и хворобые, маленькие и большие, молоденькие и пожилые. Вы такие молодцы, словно в бочке огурцы, подросли, большие стали, а меня-то вы узнали? Я узнал его, это он, маленький гномик, у него мои волосы и мой костюм. Ой, ничего себе маленький, он же даже выше меня. Узнал я его, это он ко мне приходил, когда я спал. А как же ты его узнал, если ты спал? Да не спал я. Совсем забрался, то он спал, то не спал. Ой, Маша, а как ты думаешь? Ну что молчишь, красавица? Народ ждет. Дед Мороз я? Или может быть вор и обманщик? Да, да, ты Дед Мороз, настоящий Дед Мороз. Ну вот, что я говорила. В полицию его надо сдать. Послушайте-ка меня, давайте все-таки разберемся. Если Дед Мороз этот, значит тот не Дед Мороз. Правильно говорите. Но если он не Дед Мороз, то кто? Между прочим, голос у него бархатный, как у настоящего Деда Мороза. Давайте-ка выясним все до конца. Нечего тут выяснять, и так все ясно. Посмотрите на него. Это какой-то оборотень. А кто? Оборотень. По восточнославянской мифологии, это недоброе существо. Может оборотиться в кого угодно. В собаку, в сток сена или в лысого старика. А что самое главное, может до смерти напугать человека. Ах, а что ты, Дед Мороз, детям дарить собираешься? Как что? Консервную банку, например, кастрюлю дырявую, рваный ботинок. Да что ты такое говоришь? Я не допущу, чтобы детям такие подарки дарили. Это не я, а это ты, оборотень. Да как ты смеешь называть меня оборотнем? Меня, великого Кащея Бессмертного. Да я... Что я наделал? Ой, исчез. Растворился. Теперь из меня заклятье спало. А вот и я. А вот и настоящий Дед Мороз. Ой, и самое что ни на есть настоящий. Ой, ты уж прости меня, Дед Мороз, что я тебя сразу не узнала. Мы вот тут тебе даже письмо написали. Ты послушай. Дешевый Дед Мороз. А пишут тебе с холодным приветом бабы Яги. Все ребята без тебя веселятся. Сиди дома и молчи в тряпочку. Ты что, совсем спятила что ли? Мы же не такое письмо-то писали. А кто это написал? О, это же почерк леха. Да, правда. Это, это выходит она меня обманула? Вокруг пальца обвела? А ну, мерзавка, ответишь ты мне за это письмо. Ладно, дорогие друзья, не будем ссориться. Ведь скоро Новый год. Я так счастлив, что я опять Дед Мороз. Мне еще много надо успеть сделать. Сейчас съезжу на свой волшебный склад игрушек. Потом зайду за Снегурочкой. И потом пойдем ребятам под елки подарки класть. Ох! А что такое? Каще вместе с одеждой и бородой мою силу волшебную забрал. Теперь творить чудеса я не смогу. Опять ко мне горе пришло. Ой, ну не огорчайся, Мороз. А мы-то на что? Бабы-яги. А ну-ка, сестренки, соберите-ка все свои колдовские силы. Вернем Деду Морозу его волшебство. Ну, приготовились? Фу-фу-фу! Ну как? Все в полном порядке. Ура! Ну, дорогие мои, мне пора. Рад был со всеми познакомиться. Через год обязательно встретимся. Только не забудьте открыть форточки для подарков. Вернем Деду Морозу его волшебство. Скоро наступает Новый Год. Значит, что-то вновь произойдет. Длинный серпантин и конфетти. Новый Год мне снова возвратим. Путь зеленой елочкой лесной. Луч надежды загорит за мной. Сказку новогоднюю снова загляну. Подари сегодня мне волшебство страну. Снежную мелодию яркие огни. Сказка новогодняя детство мне вернит. И не дай снутри бедни глаза. В эту ночь все верят чудеса. Что взыло все в будущем году. Загадай желание на звезду. Всех, кто одинок и кто устал. Путь загружит новогодний бал. И вернет, как добрый чародей. Нам тепло и свет родных людей. Сказку новогоднюю снова загляну. Подари сегодня мне волшебство страну. Снежную мелодию яркие огни. Сказка новогодняя детство мне вернит. Сказку новогоднюю снова загляну. Подари сегодня мне волшебство страну. Снежную мелодию яркие огни. Сказка новогодняя детство мне вернит. 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 Субтитры создавал DimaTorzok